Я вообще хотел узнать, кто тут программист непосредственно. А Node.js? Нет, вообще, в целом, ну там на чем угодно. На чем угодно. То есть я думал рассказать про Node.js именно с точки зрения, ну в общем, для тех людей, которые особо не в теме ни разработки, ни тем более веб-разработки. Программисты, видимо, должны задавать каверзные вопросы, чтобы не было интереснее. Ну, так даже лучше. То есть я совсем базовые вещи расскажу, буквально определение там, и примерно откуда, и зачем это появилось. Потому что, значит, к самому Linux это имеет такое отношение, достаточно условное. То есть, вообще, в целом, мне кажется, что бум веб-разработки, он во многом связан именно с тем, что, ну, как сказать, с Linux-сообществом. Потому что Linux это как хороший верстак, на котором можно сделать очень много всего, и там, в отличие от других операционных систем, достаточно мало раздражающих всяких и лишних вещей. И есть много удобных инструментов. В общем, напрямую к Linux это все-таки не имеет отношения, честно говоря. Так что это некоторый офф-топ. Прошу прощения. Есть еще второе замечание, что вроде как веб-разработке я, ну, больше десяти лет. И уже за такое время все несколько смазывается так, и в голове в одну кучу, короче, перемешиваются всякие технологии, фреймворки, которых просто дичайшее количество. Ну, вот для меня Node.js просто еще одна такая, и я должен признаться, что у меня нет боевого опыта работы с ней. То есть, боевого опыта с чем-то похожим, но именно с ней нету. Ну, я думаю, для введения это не очень страшно. Все равно расскажу. Так, кто это сделал? О боже, это цитата из Википедии, между прочим, на слайде. Это так никогда не делаете, это очень плохо. Ты как-то сделал. Да, это я сделал. Возможно, это был какой-то другой я. Ну, в принципе, вот в Википедии так хорошо, вот первый абзац прямо написан, что мне в каком-то смысле сложно что-то добавить. Я в основном добавливаю какие-то достаточно абстрактные размышления. Как мне кажется, почему что-то появилось именно так вот и не по-другому и так далее. Время быстро идет. Так, ну вот, например, то, что называют Node или Node.js. Во-первых, очевидно, что точка JS должна означать сразу, что это имеет отношение к JavaScript. Я думаю, даже тот, кто не разработчик, он понимает, что расширение JS, это относится, в общем, к такой штуке, которая JavaScript. И более-менее где-то наперечь сознания, ну, все должны были это как-то замечать, что вот есть такая штука JavaScript. Потому что сейчас она вокруг всегда, везде, в каждом телефоне и так далее. Ну вот, это такая штука, она называется программной платформой. Я вот хотел отдельно на этом остановиться, почему это программная платформа. То есть, в принципе, Node.js состоит там из двух основных вещей, элементов. Да, это, собственно, интерпретатор JavaScript и вокруг этого API для доступа к всевозможному окружению. Ну, имеется в виду, не знаю, по устройствам ввода-вывода, ну и, не знаю, возможности создавать сокеты и так далее. То есть, это называется не просто виртуальная машина или интерпретатор, а программная платформа. Да, наверное, потому что, в общем, есть не просто интерпретатор, а еще вот API для доступа к всевозможным вещам. К таким, к которым обычно у JavaScript нет доступа, потому что он исполняется в браузере. В общем, это лирика такая. Значит, важной вещью в составе ноды основной, основным элементом, это, собственно, V8. V8 — это, собственно, интерпретатор. То есть, он получает исходный код на JavaScript на языке программирования и непосредственно транслирует в машинный код, который компьютер исполняет. Это ключевой момент вообще этой истории, потому что, конечно, вот JavaScript ему где-то 20 лет. С самого начала была какая-то там, какой-то интерпретатор, машина какая-то. Но, в общем, время шло, и немножко требования к JavaScript менялись. Соответственно, старые машины, они устаревали. В какой-то момент такая большая фирма, как Google, она, поскольку стала зависеть от JavaScript, решила написать свою машину и сделала это просто хорошо. То есть, V8 — это просто качественно очень написанный проект, который позволяет программ на JavaScript работать быстро, стабильно и так далее. В общем, там поэтому это не просто было количественное изменение, а вот качественное развитие истории с JavaScript произошло. Появилась вот так называемая нода. Собственно, изначально JavaScript, он был создан для того, чтобы писать воздражающий баннер для веб-страниц и всякие дурацкие скрипты, там моргания всякое и так далее. Но вот благодаря этому проекту Node.js JavaScript стал языком общего назначения. То есть, в общем, на нем можно писать, ну, как минимум, все то же, что на Python, например, и на других подобных динамических языках. То есть, он вошел именно в когорту больших динамических языков официально. Ну, понятно, что и раньше можно было исхитряться, в общем, с самого начала там. Ну, как бы это было совсем таким андеграундом, а тут это вышло в мейнстрим. Ну, смысл именно в этом. Вообще вся эта история про Node.js, это история про BKN. То есть, вы пишете какой-то веб-сервис, вы не пишете там, не знаю, польский интерфейс на GTK с помощью Node.js или там административные скрипты. Все-таки, в основном, Node.js, это альтернатива, там, я не знаю, Яви или Python, в том смысле, что это бэкэнд для всяких веб-приложений. Ну, каких угодно там, не знаю, для твиттеров, например, мог бы быть теоретически. Я знаю парни, которые социальные серии пишут. Ну, честно признаться, вообще, мне это кажется в целом некоторым извращением, писать серверный код на Ява скрипте. Все-таки среда клиентская и среда, как бы, серверная, но там, да, слишком много различий, чтобы хотелось и то, и другое на одном языке писать. Вот, у меня, честно, желания такого особо никогда не было. То есть, это может быть прикольно, ну, как фан, да, как удовольствие. Ну, а чтобы прям реально фигачить... Ну, я не вижу особо каких-то преимуществ именно Node.js, но это просто модная тема, на мой взгляд. Вот почему. Вот, мне больше всего привлекает в этой истории такая штука, которая называется Node WebKit. Я постараюсь, если успею, побольше про нее сказать. Ну, сейчас кратко скажу, что то, что называется Node WebKit, можно подумать, что это просто Chromium, например, потому что Node — это V8 плюс API там какое-то, да, а WebKit — это движок, который рендерит, ну, скажем, на основе Document Object Model, собственно, картинку, то есть саму веб-страницу. И, в общем, отличие Node WebKit как бы математически, да, как если множество пересекать, от Chromium заключается в том, что там есть еще некоторая API для доступа к всяким системным штукам. Это позволяет писать нативные приложения для кроссплатформенные, сразу используя гигантские наработки в области именно веб-программирования. То есть это, мне кажется, недооцененная на данный момент, существенно недооцененная вещь. Здесь еще похоже скажу. Так, ну-ка, почему это у нас закопош? Ну, значит, где это используется? Это сейчас не просто развлекуха там, да, просто для гигов и так далее. Я зашел на самое очевидное место, на официальный сайт, в раздел «Индустри». И там есть довольно большой список, список состоящих из отзывов сотрудников крупных компаний, которые говорят о том, что они используют для работы постоянно, собственно, Node.js. Несколько примеров я выписал. Ну, смысл в этом тексте. Ну, то есть здесь перечислены компании Yahoo, LinkedIn, PayPal, eBay, New York Times, Microsoft. Ну и, в общем, в разном качестве, я думаю, там у них Node.js используется. Мне кажется, вообще Node.js, он удобен в таких случаях, когда нужно быстро, извините, склепать какой-нибудь прототип какого-нибудь сервиса или промежуточного, middleware какой-то корпоративный, и не хочется вообще ни о чем лишним думать, то есть быстро сделать, чтобы хоть что-то выглядело как-то. Вот, я думаю, что именно для таких случаев это идеально. Или какая-то интернет-тулза для каких-то внутренних потребностей. Что-то такое, мне кажется, должно быть. То есть прям крупный сервис типа, я не знаю, Facebook, который мордой торчит наружу, на миллиард людей, я бы, наверное, не стал на этом писать. То есть это в любом случае какой-то отдельный проект, там, наверное, много всего сразу будет использоваться. Ну вот, а в чистом виде, наверное, Node.js, это именно для каких-то прототипов, экспериментов хорошо подходит. Я хотел сказать вообще просто пару слов про историю такого языка, как JavaScript. Да, это Node.js, это фактически машина для JavaScript. Вообще JavaScript, ему где-то 20 лет, он достаточно стихийно появился. То есть там за ним не стояла какой-то невероятной работы какого-нибудь огромного НИИ, который бы исследовал там, например, как бы новый язык мог применяться в будущем, или какие-то оценки такие статистические произодел и так далее. То есть, в общем, у JavaScript было, можно сказать, три отца, главных таких человек, которые в основном повлияли на его возникновение и такой первичный толчок передали им. Изначально задача, конечно, стояла, что вот появились вот веб-стандарты, утвердились, так сказать, основные языки разметки, там HTML, PSS, и стало довольно быстро очевидно, что недостаточно просто доставить вот этот размеченный контент пользователя, нужна именно какая-то интерактивность на стороне клиента. И, в общем, люди сидели, грубо говоря, и думали, что же это может быть. И я думаю, было достаточно очевидно, что языки в чистом виде, которые считаются императивными, они достаточно плохо для этого подходят. Так это я сейчас не смогу грамотно объяснить. Ну, короче, в JavaScript влилась одновременно вот идеи, которые идут там от LISP, то есть функционального программирования, там от языка такой, который называется, ну, и императивных, непосредственно от Явы. То есть, Ява здесь не случайно, это, да, именно от того слова Ява, которым и назван вот тот самый язык Ява, один из основных вообще. Ну, и задача у него была работать с вот document object-моделью этого нового языка в свое время. В каком-то виде его сделали сначала, потом спустя несколько лет его стандартизировали, стандарт назвали по-другому Ятсма-скрипт. В общем, сейчас, как бы, процесс обратился сначала менять стандарт, потом, как бы, меняется сам Ява-скрипт. Ну, вот так вот это. Да, вот эти отцы, это Брэндон Айк, Марк Андерсон, Билл Джой, они все из США, в общем, мужи, по-моему, они все живы до сих пор. Кто-то приезжает в Питер, приезжал, мне кажется, Айк, может, приезжал, может, кто-то даже его видел. Ну, вот там есть такой человек, в частности, Билл Джой, это ни много ни мало сооснователь Sun Microsystems. То есть, компании, которая ответственна, в общем, за язык Ява. То есть, это достаточно все переплетено было в свое время. Извините, что немножко спутано. О, вообще ничего не видно. Ну, на этом слайде изображена таблица с... Круто, конечно. Извините. Таблица с сайтом T.O.B., он, по-моему, называется. По-моему, на него всегда на этот сайт ссылаются, когда хотят какой-то индекс популярности языков составить. Ну, смысл здесь в том, что вот Ява Скрипт по какому-то условному рейтингу популярности 2% тут занимает. Вроде немного, но, с другой стороны, это десятое тут место вообще из языков. То есть, Ruby там где-то ниже, например, изображен. Может быть, это упоминаемость, я точно даже не помню. Но не самый последний язык в этом мире. Так, а это примерно то же самое, только это график. Здесь график за 12 лет изображен. Вверху черная, это Ява, но она, понятно, гораздо... На ней, видимо, больше кода, я думаю, это можно по объему кода примерно судить, пишется. Ну, или упоминание. А Ява Скрипт там, он где-то внизу такой красненький. Темно-красный, наверное. В общем, судя по этому графику, его популярность особо не менялась, кстати, за 10 лет, что, мне кажется, странновато. А что тут больше всего менялось? Это, кстати, зеленое что-то? Objective-C? Я думаю, Objective-C тут это из-за айфона, наверное. Да. О нем пишется. Так, про V8. Ну, так, условно можно выразиться, что в 2008 году браузер стал основным средством доставки приложений. То есть, ну, я не знаю, совокупность, как бы сказать, отдельных эпизодов использования какого-нибудь Gmail, например, и кого сравнить. там, не знаю, там, ZBET, например, да, есть программа для работы с электронной почтой. Я думаю, что вот именно веб-интерфейс Gmail или Яндекса или Mail.ru и так далее сильно перекрыл вообще все отдельные случаи использования. Ну, если не перекрыл, то, по крайней мере, он вырос там в такие разы, как за 10 лет. Короче, у нас тут очень многое стало именно не приложением, которое просто системное, а именно, ну, это очевидно. И так вот Google, как именно веб-компания, я просто пытаюсь представить, как вот возревали решения там что-то создавать в Гугле и как это дальше повлияло. Ну, Google, он, очевидно, от веба зависит. Вот он делал там свой Gmail, у них еще Wave проект был. То есть они локомотив такой вообще веб-технологии во многом. Так что это достаточно естественно, что в какой-то момент Google начал проект создания своего JavaScript-движка и, видимо, вложил в это много ресурсов своих, и у них получилось хорошо. Ну, в общем, руководителем проекта был человек такой Ларс Бак из Дании. В общем, они сделали просто хороший, действительно быстрый, производительный движок JavaScript. То есть я не хочу сказать, что раньше не было JavaScript-движков. Там были, ну, Рина, я все имя вспоминаю, это на Яве написано, например. В общем, не суть. То есть вроде они принципиально нового такого уж не сделали ничего с этим V8. Но, как это часто бывает, сложили много хороших идей, известных уже вместе. Их хорошо реализовали. Получился в целом в итоге такое маленькое чудо света V8. Слава Google! Соответственно, V8 лег в основу и браузера от Google. Там в качестве движка для рендеринга они взяли уже известный WebKit. Вот. И я думаю, все помнят эту историю. Особенно кто занимался веб-разработкой, всегда должен был мучиться тем, что если ты пишешь что-то на скрипте, пишешь какие-то стили, что-то верстаешь, то у тебя есть нормальные браузеры и есть интернет-эксплорер. И мне кажется, это очень сильно все сдерживало. Разве здесь могло быть куча красивых идей, особенно опирающихся на новые стандарты, которые стали HTML5. Но все это было абсолютной теорией, потому что есть интернет-эксплорер. Вот до девятой версии, по крайней мере. Там, на мой взгляд, все так страшно было и грустно. И, ну, как бы это не было большим удовольствием, что-то прямо вот такое писать. Потому что ты знаешь, что если доставлять твое приложение на существенный процент пользователей, то оно должно работать на интернет-эксплорере, а там еще отлаживать как-то всегда грустно. В общем, меня лично это угнетало. И вот произошел перелом, когда, наконец-то, интернет-эксплорер стал, ну, хотя бы, как там написано, до 30% его доли снизилась. Это значит, что веб стал более-менее однородной платформой и с очень всякими интересными и приятными, ну, в общем, сильными сторонами. То есть много всего можно было написать. В общем, это круто, да. Ну, это, в частности, из-за того, что, на мой взгляд, именно Google свой движок сделал. То есть, как бы, Chrome долю захватывал, интернет-эксплорер явно ее терял. Вот явно такой обмен. Ну, еще Firefox немножко потерял, наверное, остальные еще. Ну, если кто был не в курсе, то, например, браузер Opera, он отказался от своих наработок, там, год назад, по-моему. И, фактически, Opera теперь Chromium, ну, тут же Chrome. То есть, вот остались отдельно еще только этот интернет-эксплорер и Safari. Вот. Это послужило такой причиной для взрывообразного роста очередного именно клиентских, так скажем, веб-технологий. То есть, до этого был существенный рост серверной, так скажем, стороны. Ну, вот. Для меня это, в первую очередь, Ruby on Rails. Я думаю, все более-менее знают, что такое Ruby on Rails. Я к чему подвожу, что мне кажется, что в целом очень много народу, которая с этим работала, оно так достаточно сильно возбудилось, что, ого, ничего себе у нас. Мы теперь, ну, можем зачастую вообще, как бы, про интернет-эксплорер практически не думать. У нас практически только V8, практически только WebKit. И давайте писать код, давайте писать код. И было, в общем, как-то активизация какой-то движухи произошла. Это такая, как волна пошла, и она как с клиентской стороны в итоге ушла на серверную. Так, мне кажется, Node.js появился. Что люди просто по инерции стали, а давайте еще на JavaScript и сервер писать. Так, время почти закончилось. Ладно. В общем, Node.js – это штука, чтобы писать backend для веб-сервисов на JavaScript. Естественно, непосредственно он появился из экспериментов такого чувака, который зовут Райан Далл. Не смог найти с какой-то страны, из Европы, наверное, с какой-то европейской. В 2009 году где-то он начал эксперименты. То есть, в общем, этой теме уже 5 лет. Ну, мало ли кто-то был особо не в курсе и захотел поделиться. Официальный сайт Node.js.org. Там все просто, понятно, если непосредственно начинать надо что-то делать. Дальше сам Node.js был бы не так интересен, если бы вокруг него быстро не появилось большое количество всяких вспомогательных инструментов. Причем подход к их созданию и сама их работа, она достаточно инновационная, достаточно интересная. То есть она впитывает в себя много всяких других течений, которые… Ну и, как скажем, хороших приемов, которые были выработаны там Ruby-сообществом во многом. Ну и, то есть это, с моей точки зрения, реально хорошая вещь, которая показывает, что вообще можно делать с компьютерами, с компьютерными сетями и с вебом для людей, которые непосредственно хотят сами что-то сделать, для которых это только инструмент. Для мастеров, короче, которым я себя считаю, поэтому мне эта тема в общем нравится. Вот один из главных инструментов – это так называемый Node Package Manager. Он появился где-то в 2011 году, и сейчас он вообще часть Node.js. Ну, Package Manager, он и Package Manager, то есть различные приблуды вспомогательные, которые вообще к ноду существуют. Они там все организованы в репозитории, связаны с зависимостями, и ты хочешь что-то поставить. Как, я не знаю, какой-нибудь AppGet пишешь, только npm install, нужен тебе пакет, и оно там тебе тянет дальше. Но это все в основном JavaScript-библиотеки или различные бандинги к существующим там, я не знаю, библиотекам на плюсах и так далее. Это довольно большой мир, там только перечислять эти основные пакеты можно очень долго. Welcome исследовать самостоятельно. Я просто выпишу чуть-чуть пакетов основных, которые существуют. Ну, короче, здесь перечислены примерно все те же по сути, по функциональности инструменты, которые нужны. Я не знаю, если ты пишешь на Python, пишешь тоже backend, или пишешь на Ruby. Но здесь только немножко оно все более по отдельным... Как это? Более фрагментировано. То есть меньше монолитных каких-то огромных систем, больше именно под каждую конкретную задачу какая-то отдельная. Как отдельные, я не знаю, отвертки разной формы, там что-то такое. То есть там веб-фреймворк, что тут, аналог анта, там есть грант основной. Для юниту тестирование тоже фреймворк. Ну и в таком радиусе. Кемплейт engine. Я перечислю все-таки еще отдельно некоторые основные. Вот есть так называемый грант. Как он вообще правильно произносится? Грант, грунт. Ну вот это местный там у них сборщик, я не знаю. Грунт. Грунт, да. То есть штука для автоматизации. Там есть огромное количество уже заранее подготовленных задач для различных целей. Для работы с основными какими-то другими библиотеками, вообще там левыми вещами. Всю штуку можно. Есть вот экспресс, его обычно вспоминают, когда хотят быстро показать какую демонстрацию на Node.js. Вот смотрите, у нас есть экспресс, мы хоп-хоп там, знаете, за 5 минут блок написали. Вот это. А кто-нибудь знает, что такое Синатра? В смысле Синатра, который RB. А Ruby on Rails, собственно, кто знает, что такое? Синатра не выписали? Нет. Ну, Ruby on Rails это фреймворк достаточно большой для бэкэнда. То есть он там обеспечивает связку с базой данных, так называемый ОРМ там есть. То есть обычно не нужно искать запросы отдельно писать. Собственно, работу, обработку, как это сказать? МВЦ? Ну да, да, МВЦ. Он довольно громоздкий, Ruby on Rails. То есть он подразумевает, что есть сущность проекта, есть у него структура каталогов жестко определенная. Достаточно жесткая. Вот. И, видимо, я так понимаю, что Синатра позже появилась. Люди, которые смотрели на это и думали, что вот мне нужно быстренько какое-то приложение написать временное. И мне вот неудобно городить, это на Ruby on Rails появился Синатра, который позволяет, грубо говоря, там, не знаю, в одном файле все приложение определить. То есть вот у нас быстренько контроллер, который на такой-то запрос выдает то-то. Ну, если очень легковесный фреймворк. Ну и экспресс в каком-то смысле это клон. Да, только на JavaScript все написано. Очень важная штука такая. Бовер, так называемый. В каком-то смысле это как тоже менеджер пакетов, только он организует различные, ну, что если сейчас для веба писать или писать и стараться быть в тренде, использовать новейшие всякие технологии, фреймворки, то обнаружится, что очень много всяких вещей, которые, всяких языков вспомогательных, DSL и так далее, которые не напрямую не являются там ни HTML, ни CSS, а так или иначе туда, ну, в них компилируется. То есть фактически это целая туча всяких вспомогательных таких вещей. И вот, ну, понятно, что до бовера там был, я не помню, галп, по-моему, инструмента, но бовер сейчас более-менее мейнстримом таким становится, насколько я понимаю. То есть это штука, которая позволяет организовать различные вспомогательные библиотеки, не только серверной стороны, но и клиентской, чтобы в них не запутаться, то есть следить за зависимостью, кто от кого зависит и так далее. Ну, короче, если что-то на ноте писать, более-менее актуальное и современное, то это обязательно нужно использовать, так мне кажется. Вот еще такая штука называется Brunch, Brunch. Завтрак, да, это, наверное? Нет. Или что это? Нет, нет, Brunch через A, которая ветка, через U, это другое слово. Ну, мне кажется, что они играют с тем, что это завтрак. Ну, типа того. Вот. Эта штука, которая вот, если бовер, он следит за зависимостями просто и все, то Brunch, собственно, следит за тем, чтобы все, всевозможные, там, ULS, да, SKSS, там, CoffeeScript, IcedCoffee, TypeScript, LeafScript, и все это безумие, оно компилировалось непосредственно, когда нужно, непосредственно в конечные HTML и так далее. Подробнее не успею сказать, просто запомните. Это список вспомогательных, ну, грубо говоря, плагинов для этого Brunch. Если попытаться это прочитать, то создается впечатление, что это писал какой-то безумец. Ну, вот такие названия типа NotWebKit, Hipster, Seed, Brunch with Chaplin, Brunch with AngularJS, Brunch with Ember, Brunch with Hipsters, которые создают Swag, Lodash, Font Awesome, Normalize, KSS и так далее. Значит, дикое перечисление всевозможных вспомогательных инструментов, Brunch with Egg and Beacon. Имеется в виду, что это уже заранее заготовленные, как это, как это они называют, скелетоны для веб-приложения какого-то. Имеется в виду, что это не обязательно сервер на Node.js, и вообще не обязательно какой-то сервер должен быть, может, просто приложение типа как NotWebKit, Hipster, Seed. Имеется в виду, что это заготовка для приложения нативного, которая устанавливается, да, и она у вас в операционной системе просто. Я хотел показать, что тут много всего, и это достаточно все интересно, и можно достичь достаточно впечатляющей производительности, особенно если обойти какие-то основные косяки, недоделки, потому что все версии всех этих инструментов, они, в общем, там дольше ноль точка не ушли, по-моему, включая Node.js. То есть, что там можно поиметь развлечений с всякими конфликтами версий и так далее. Но все равно, в общем, много всего есть. Так, по-моему, мое время закончилось. Как будем? Наверное, не будем про это тогда. Ну, я думаю, все и вопросы какие-то. Да, вопросы. А вот вы сказали, что интернет-исклорер совсем не волнует. А типа все работает, что сейчас пишется на современном рейн-борке? Или просто можно забить на 30% к аудитории? Нет, забить, конечно, нельзя, но ситуация качественная изменилась, что раньше интернет-исклорер-это был там 80% 50%, а сейчас 30% и это от общего числа. А если вы за... Нет, я понял. А там работает? Последний первый, который поддерживает полностью. Но если брать 10-й, 9-й, то, в общем, я думаю, никаких особых ограничений нет. Мне уже просто, как это, субъективно... Уже давно не пишу, вообще не запускаю и не просят. Я не помню, уже годы прошли, прежде чем меня в последний раз спросили именно вот в интернет-исклорере. Я обычно отвечаю, что да идите вы, ставьте Chrome и до свидания. Или вот такой вот чек вам. Все-таки непонятно, что у нас история, что можно забить или там сейчас все работает? Это зависит от конкретного случая. Ну да-да, вот для таких случаев. Если ты сам по себе как бы свободный артист, с кем я себя больше чувствую, то, грубо говоря, я могу вообще забыть про эту тему, если даже меня просят взять другой заказ просто и всего, в фрилансе. Ну, в корпоративе, может, проще рассказать какому-нибудь паерхопсу, сказать вводим о том, чем писать в VDE. Ее повторит, пройдет 2 года, корпоративная система превратится в нечто. Сколько таких случаев будет? Может быть, правильно, собственно, в VDE по... Можно вопрос о том, что в очень многих фейнборках... Я как раз работаю с Google Earth Explorer, когда-то про него зашла речь. Применяют так называемые хайперы. В ходе пишется проверка, и если, так скажем, нельзя реализовать на IE, ее реализуют оплатным пульсом. Есть много ли такого кода в MoxJS в проекте, и были ли случаи, когда это мешает? Да, понятно, что, если, так понимаю, вы делаете какую-то реализацию на JS, вы не волнуетесь о таком браузере. Но сама платформа, она в случае запуска на IE, я так понимаю, те функции, которые, скажем, в случае KTML, я не буду с напрямым способом, но, понятно, ей это будут какие-то пустыли. У вас были случаи, когда это мешало, и можно какие-то пустыли? Так, тут некоторая путаница произошла. Node.js — это, собственно, сам интерпретатор Java-скрипта, вполне конкретный, не абстрактный набор, каких-то стандартов, а конкретная платформа, которая с открытым кодом, и точно известно, как она работает. Там не может быть такого рода хаков. А если говорить вообще, ну да, про браузера, то мне просто вспоминается, что есть так называемый, как это, ну, грубо говоря, отдельно подключаемый костыль в виде KSS-файла для интернет-эксплорера, в котором различные, там, вот, заранее какие-то параметры выставлены для элементов стандартные, которые позволяют неинтересовать некоторые основные, скажем так, отличия в работе интернет-эксплорера. Ну, то есть для меня на практике это означает, что я подключаю кем-то уже давно написанный какой-то KSS-файл, известный, да, там, как микрофреймворк, и забыл про это. Вопрос про версии Node.js, да, именно? Очень хороший вопрос. Да, там, текущая версия, она, по-моему, 0.10, то есть это не 1, там, что-нибудь, а 0. Я думаю, что они намекают именно, что может все крупно поменяться. В связи с этим есть такой подход, который, ну, видимо, он не пришел именно из мира Ruby, но я как-то вот так вот массивно именно там это увидел, там есть такая штука, которая называется Ruby Version Manager. Это такой, как бы, мета-менеджер, да, пакетов, то есть он менеджер для самих версий Ruby и, соответственно, версий менеджеров пакетов, то есть над всем этим стоит, именно сделано на тот случай, что вот выходит новая версия. Для Node.js такая же штука есть, называется Node Version Manager NVM, но она, по-моему, совсем сыровата сейчас. Но подразумевается, что вы написали под определенную версию ноды что-то, вышла другая, которая работает по-другому, и вы ее не используете. Ну, понятно, что это рискованно, то есть вообще во всей этой истории вопросы безопасности и стабильности, они открыты. И это очень такая неустойчивая среда для маньяков и извращенцев. Тогда все. Спасибо.